Вот, на следующей неделе таких фильмов ярких всего три. Значит, начинаю с фильма самого большого, российского, выходящего на этой неделе. Рад, что мы с патриотизмом начали. Фильм называется «Курьер из рая». А, Гоша Куценко, Сиитвинда. Да, там много известных артистов, но я бы на них, на актерах здесь бы не зациклился. А если уж зацикливаться, то надо назвать человека по имени Евгений Ткачук. Молодой артист, он давно снимается в ролях второго плана. В этом году вышел, точнее не вышел, но был показан на фестивалях, фильм «Зимний путь». Поскольку он с гомосексуальной тематикой, там про певца классического, который влюбился в парня из простонародья, то наши прокачки побаиваются его пускать. Но не оценивая его пока что, он когда-нибудь выйдет, я уверен, и про него тогда расскажем. Хочу сказать, что главное там открытие, собственно говоря, Ткачук, сыгравший этого парня из народа. И вот это вторая его главная роль уже в совершенно популярном фильме «Курьер из рая». Получается, синхронно он снимался, синхронно все это делалось. И он там переигрывает всех этих остальных актеров, включая и Лизу Боярскую, и Дюжева-Скуценко, и Игорь Скляр. Там действительно набор артистов очень звездный. Режиссер Михаил Хлебородов, автор диалоги «Параграф 78», которая в свое время категорически не понравилась и до сих пор не нравится. Этот фильм совершенно другой. Также важно, наверное, ну в случае попсового кино, важно называть также и автора сценария и продюсера. Автор сценария Андрей Кивинов. Думаю, что многим хорошо знакомый и по телевизионным работам, по киношным. А продюсер Анатолий Максимов. То есть тот человек, который сделал в частности фильм «Адмирал», фильм «Высоцкий», «Дозоры» вместе с Константином Эрнстом. То есть, ну, один из главных продюсеров наших блокбастеров. Это тоже как бы блокбастер. Значит, это абсолютно шизофреническое впечатление, производящее фильм. Шизофреническое в прямом смысле слова. То есть раздвоение некое происходит. Не личности, а какой-то вот без личности художественной. Значит, с одной стороны он подается и продается и упакован, как типичный русский комедийный блокбастер. Какой-то чувак попал в какую-то передрягу и с определенным количеством романтических и опасных, но всегда забавных приключений из него выпутывается. Как бы формально, так оно и есть. По сути же, это сделано именно на этом языке, легкомысленном языке, с легкомысленной музыкой, с хайтовыми актерами, которые комикуют. Довольно жуткий социальный драматический фильм, основанный на реальных событиях. Итак, молодой парень. Тут название, кстати говоря, великолепное, оно очень много чего отражает. «Курьер» из «Рая» — это главный герой. Значит, во-первых, «Рай» в кавычках, уже страшновато. «Рай» — это название туристической фирмы. «Курьер» — человек, у которого нет денег, чтобы съездить с этой туристической фирмы куда-нибудь далеко. Он живет в Москве, у него нет ничего своего, он живет в каком-то деревенском доме, который принадлежит его отцу. У него поганая маленькая машина, курьеру какая-то необходимая, которая тут же в начале фильма ломается. Ему дают чужую машину начальник покататься, потом выясняют, что все это разводняк, чужую машину у него воруют, и в качестве отработки долга отнимают дом. Он остается вообще ни с чем. Вот такая история, которую легко можно себе представить, прочитанная на первой полосе или на последней криминальной полосе какой-нибудь газеты ежедневной. Очень все реально. Так более того, это все по реальным событиям. Это было все на самом деле. И вот он, взяв своего приятеля, который так вышел, оказался ментом, его играет, собственно, Гоша Куценко, отправляется в провинцию, куда по ментовской базе, им удалось это выяснить, поехал этот украденный джип и попал местному жуткому криминальному авторитету, который держит всю эту провинцию. А дальше эти несчастные, жалкие, никчемные герои пытаются взять на пушку этих могущественных людей и отжать обратно свою машину. В общем, это фильм о народном мщении. Вот о чем это фильм. О чем был когда-то прекрасный фильм Петра Луцка «Окраина». О чем отчасти брат. О чем многие фильмы, которых на самом деле при Путине в последние 13 лет такого кино в России не снимается. И это концептуально, в общем-то, то есть концепция, может быть, возникла сама собой, не было у продюсеров. Совершенно антипатриотическое кино. Более того, в конце там звучит песня группы «Анимация», на которой меня настолько впечатлило, что я запомнил некоторые там слова. Припев, я все время повторяю, начинается со строчки «Я люблю свою родину вроде бы». И вот это «вроде бы» дальше усиливается, и оказывается, что никто из нас ее не любит давно. Что родина — это кошмарная. Что все это борьба за выживание. И если не будешь бороться, то тебя втопчут в грязь, ты захлебнешься. И все мы знаем, или многие из нас знают, некоторые, к счастью, знают по наслышке, другие на своем опыте, что так оно и есть. Только до сих пор популярных блокбастеров на эту тему у нас никто не отваживался снимать. И то, что люди, которые занимались кинематографом совершенно другого, противоположного типа, вдруг взяли и это сделали, это дико интересный опыт, очень рискованный. И я не знаю, сознательно они это делали, чтобы вот сказать всю эту правду, или они цинично понимали, что народ уже не может смотреть про то, как все счастливо и хорошо в жизни, а хочет смотреть, как все на самом деле. Или, скажем, они чувствуют конъюнктуру, что пора уже вот так вот говорить. Но мы смотрели вчера с женой трейлер этого фильма, заинтересовал он нас. А, видишь? Да, серьезно. И она сравнила его с каникулами строгого режима. А вот каникулы строгого режима, это был очень благостный на самом деле фильм, якобы там была Зона, было еще что-то, но это был такой очень беззубый фильм тех же самых продюсеров. Это вот был их последний, ну, Высоцкий отчасти тоже такой беззубый фильм. Высоцком уже чувствовалось так, что герой должен быть все-таки нонконформистом, все-таки плохой КГБ, но все-таки это было когда-то в советское время. Типа сейчас-то мы понимаем, что такое Высоцкий, уже ценим. А этот фильм, вот он здесь и сейчас. То есть абсолютный эффект документальной истории. История только пересказана языком вот этого комиксового, блокбастерного, как бы дурацкого кино. Не могу сказать, что этот фильм высокохудожественный. Он не претендует на это. Но в нем есть странное качество какой-то честности, совершенно не присуще этому жанру. Вообще никогда не присуще. И в Америке не присуще, и во Франции. Жанр развлекательного кино такого рода, он не может говорить правду о реальности. Он не должен этого делать. А тут он это делает. Нарочно или нет, не знаю. Интересно, заинтриговал. Вот действительно, мне кажется, что это любопытно. Да, я тоже трейлер видела, вспомнила.